Добрый день, коллеги! Добрый день, Татьяна! Кому-то добрый вечер! Действительно, очень интересная тема, эксклюзивный контент для СПО. Мы приняли решение, в принципе, создать отдельный вебинар для этого контента очень-очень не случайно, потому что ежемесячно мы рассказываем о новинках, которые выходят в нашем издательстве, и, разумеется, включаем туда и книги СПО. Однако этот полкниг заслуживает отдельного внимания, отдельной презентации, поскольку уровень, на который мы подняли этот проект, выделив книги СПО в линейке, в серии книг по специальностям становятся все выше, и, конечно же, о нем нужно говорить отдельно. Рада буду начать, и если меня хорошо видно-слышно, нажимайте огонечек и погнали! Отлично, спасибо! Итак, за последние, наверное, два года мы проработали следующие отраслевые направления. Это естественные науки, технико-технические науки, инженерные, медицинские науки, социальные и гуманитарные науки, исторические науки. Вот так укрупнило немножко, и, по сути, сюда все поместилось. Все, чем интересуются студенты, преподаватели, все, что им необходимо для качественного обучения, для получения качественного образования. В направлении естественной науки мы уделили внимание таким дисциплинам, как концепция современного естествознания, экология, экология среды, экология и рациональная природа пользования, оценка воздействия на окружающую среду, экологический мониторинг, картография, теория вероятности, математическая статистика и случайные процессы, математика, разумеется, алгебра, линейная алгебра, начертательная геометрия, техническое черчение, физика, квантовая механика, химия, органическая и неорганическая, биология, дендрология. Большинство книг, предназначенных для изучения студентами среднего профессионального образования, имеют серийный дизайн обложек в нашем издательстве. Их легко увидеть в общей линейке учебных книг нашего издательства. Что касается естественных наук, то мы охватили следующие направления и специальности. Я на слайде вам показала образцы. Это, разумеется, не все книги, образцы. И даже принесла вам их показать физически. То есть они все выделяются именно для СПО, своими обложками, своим оформлением. Итак, естественные науки. Следующий слайд. Мире леснов. Их. Не бойтесь, что очень мелко. Не обязательно это читать сейчас, поскольку я вам разрешила для скачивания эту презентацию, и можно будет в свободное, в рабочее время посмотреть конкретно, какие специальности выделены. Вот что касается естественных наук, у нас получилось такое довольно объемное, но не самое большое круг направлений и специальностей, такое как водоснабжение, водоотведение, лесное хозяйство, садово-парковое, ландшафтное строительство, картография, гидрология, программирование компьютерной системы, информатика прикладная, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия, изобразительное искусство, черчение, математика, механика, экономика, управление, садово-парковое и ландшафтное строительство. Я так выборочно вам прочитала. В направлении технико-технические науки у нас готовы книги по таким дисциплинам, как организация аварийно-спасательных и противопожарных работ. Это, кстати, по своим запросам одни из самых популярных книг. Нефтегазопромысловое оборудование, компрессоры газотурбинных установок. Вообще, что касается нефти, газа, это тоже очень популярные книги. Кроме того, электроснабжение, электротехника, энергетика, программирование, электроника, радиотехника, компьютерный дизайн. Все сюда входит и есть книжечки по этим дисциплинам. Что касается технических наук, мы охватили следующие направления и специальности. Зачитывать вам их не буду, чтобы вы не пугались. Однако в презентацию я поместила их в СМЕ. Они взяты из нашего каталога книг для СПО. Мы прописываем для удобства комплектаторов все дисциплины и направления, и специальности, к которым относится та или иная книга. И, конечно, технические науки – это лидер по охвату специальностей СПО. Сами убедитесь, просто просмотрите, насколько объемный перечень, сколько охвачено направлений, дисциплин, специальностей. Тут и электромонтажное, и строительство, и пожарная безопасность, и следующий слайд – программирование, информатика, архитектура, строительство. Идем дальше. Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание различных-различных видов. Связи, электронные приборы, авиация, акустика. В общем, все-все направления, группы специальностей, вы видите, мы их выделили. И, конечно, охват очень и очень большой. Это все технические науки. Посмотрите, как много. И мы очень рады, что удалось проработать эти направления, удалось создать книги, которые иногда получаются только по данному направлению, по специальности. Иногда они охватывают, разумеется, несколько смежных. Это все было подготовлено не случайно. Над этим велась огромная работа. Тут и полиграфия, и кожа, мех, дерево. Абсолютно-абсолютно все. Что касается инженерных наук, тоже привела вам обложечки книг, которые мы выпустили по этому направлению. Есть и те, которые не имеют специфического дизайна для СПО. Мы к нему долго шли, долго разрабатывали внешний вид. Однако вы же сами понимаете, что это не самое главное, а то, что внутри, это все гораздо важнее. Инженерные науки нами охвачены в таких направлениях и специальностях, как судовождение, астрономия, материаловедение, строительство, организация перевозок, управление на транспорте, водоснабжение, водоотведение, архитектура, безопасность жизнедеятельности, безопасность и охрана труда, детали машин, проектирование, метрология, машиностроение, энергетика, электротехника, металлургия, нанотехнология в машиностроении, техническая механика, художественная обработка дерева. Кстати, забавный дизайн. Вот она, эта книжечка, и вы видите ее на слайде. Нет показателя среднего специального образования, но здесь совершенно очевидная направленность, потому как именно студенты среднепрофессионального, СПО, интересуются этим направлением, обработка дерева. Кроме того, мы сюда же включили и пул книг, связанных с почвами, эрозия, охрана почвы, инновационные технологии в агрономии, лесная энтомология, современные проблемы зоотехники, все сюда входит. Инженерные науки у нас представлены тоже в группах специальностей, выделила их для вас. Их уже не так много, как предыдущие, однако пул книг тоже очень и очень объемные по направлениям специальностям. Посмотрите, пожалуйста. Это и слесари, и машинисты, и станочники, и монтаж, эксплуатация линий электропередач, и дизайн, и художественное оформление, то есть мы уже так и искусство здесь захватили, технологии деревообработки, дизайн у нас представлен по отраслям, дизайн костюма, конструирование изделий легкой промышленности, изобразительные прикладные виды искусства, защита в чрезвычайных ситуациях, все это сюда входит. Ну и то, о чем я говорила, о природопользовании, природохозяйственных комплексах, здесь тоже есть книги, охватывающие эти направления. Следующие науки, к которым мы подготовили книги, это медицинские науки, здесь, конечно, и специфика этого направления, и сложность сыграли роль, мы подготовили, тщательно выбирали книги, по которым мы будем предоставлять информацию, это дисциплина медицины, гигиена труда, гигиена и экология человека, общая гигиена, общая коммунальная гигиена, анатомия, иммунология, сестринское дело в хирургии, общественное здоровье и здравоохранение. И здесь, в этой области, мы подготовили вот по этому перечню направлений специальностей клиническая медицина, науки о здоровье, профилактическая медицина, сестринское дело, лечебное дело, медико-профилактическое дело, акушерское дело, медицинский массаж. Вот по этим направлениям у нас готовы книги в медицинских науках. Переходя к гуманитарным дисциплинам, историческим наукам, здесь вообще стоит отметить направление нашего издательства. Оно изначально было гуманитарным, поэтому гуманитарный пол исторические науки представлены у нас в большей мере. Например, вот данные исторические науки нами представлены в дисциплинах «История европейских стран», «Всемирная история», «История России», «Отечественная история» и «Библиографоведение». Книги подготовлены по таким направлениям и специальностям, как «История археология», «Искусство знания», «Мировая художественная культура», «Образование педагогические науки», «Профессиональное обучение по отраслям для среднего и специального образования», «Социология, социальная работа», «Специалист среднего звена по социальной работе», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Культуроведение и социокультурные проекты» и «Библиотековедение» тоже для специалистов среднего звена. В социальных и гуманитарных науках, учитывая, что наше издательство в принципе гуманитарной направленности, опыт работы в этом направлении исчисляется уже десятками лет, поэтому могу, наверное, представить здесь только содержание данного раздела с помощью перечисления содержащихся в нем отраслей. Это социология, социальная работа, экономика. В экономику у нас входит и бухучет, и аудит, экономика труда, налоги, менеджмент, маркетинг, логистика, делопроизводство – все это входит в эту отрасль. Правоведение. Здесь у нас представлены книги по отраслям права, административному праву, безопасность жизнедеятельности, культурология, науковедение, педагогика. Здесь я даже боюсь начать перечислять, поскольку здесь представлено максимальное количество направлений. Это социальная и коррекционная педагогика, медиаобразование, дошкольное образование, общеобразовательная школа, среднее и специальное образование, высшее образование. В общем, только так вот укрупненно могу указать направление, по которым готовы книги. «Физическая культура и спорт» тоже большой пул, причем здесь очень важно, что здесь мы готовим книги не просто по основам физической культуры, но и по очень узким предметным областям. Волейбол, бадминтон, борьба, подготовка инструктора детского фитнеса. В общем, очень-очень разные направления. «Библиотечное дело». Очень радует то, что сейчас вообще библиотеки вышли на совершенно фантастический уровень. Это не то, о чем думает большинство людей, когда сидит какой-то представитель и подбирает вам по каталогу книги. Нет, их работа настолько огромна, это и знание каких-то информационных технологий, и интерактивы, и проведение мероприятий. Здесь очень большой пул обязанностей, которые должен знать библиотекарь. Библиотечное дело у нас представлено очень-очень широко. Филология, лингвистика, русский язык, иностранные языки, причем иностранные языки тоже представлены очень широко. Английский, французский, немецкий – да, это стандарт, но у нас есть еще и итальянский, и китайский. В общем, здесь мы тоже не чувствуем границ. Литература, ведение, искусство. В искусстве мы уделяем внимание таким направлениям, как история, искусство, искусство, дизайн, музыка, театр, танец, киноискусство. Вот что касается киноискусства, вот по этому направлению у нас тоже сформировался такой очень-очень примечательный пул книг. Философия – это логика и этика. Психология. Каждая отрасль включает в себя десятки книг, десятки дисциплин и еще больше направлений и специальностей, для которых эти книги созданы. Поэтому к вебинару я еще подготовила полный перечень с наименованиями книг, с аннотациями. Его вы тоже можете скачать. Прошу прощения. Его вы тоже можете скачать после этого вебинара. Все книги для СПО мы делаем по специально разработанному техническому заданию. Вот здесь я перехожу к той самой эксклюзивности, о которой говорила Татьяна в самом начале. Показать просто то, что мы сделали очень много. Конечно, это очень небольшая часть, этого мало. Я хотела бы рассказать о том, как мы это делаем, о том, насколько эти книги качественные. Итак, у нас есть специально разработанное техническое задание. Мы имеем на эти материалы исключительную лицензию. Кроме того, мы строго следим за тем, чтобы все пункты технического задания выполнялись авторами. Мы требуем, чтобы название и содержание лицензионного материала, то есть будущие книги, соответствовали наименованию дисциплины и содержали основную информацию по дисциплине. Чтобы объем лицензионного материала был не менее шести авторских листов. Все зависит, конечно, от уровня дисциплины. В федеральном государственном образовательном стандарте для среднего профессионального образования он базовый, по выбору факультативный, все это учитывается. В структуру лицензионного материала обязательно должны входить следующие элементы. Во-первых, современный вариант оглавления содержания с цифровой рубрикацией разделов и тем. Введение, содержащее такие аспекты, как цель издания, соответствие учебной программе, читательский адрес, вид этого учебного издания, его место в системе других учебных изданий по дисциплине, актуальность, степень новизны, особенности авторской концепции. Компетенции, на приобретение которых направлены на изучение дисциплины, методические рекомендации по использованию лицензионного материала в учебном процессе, общая характеристика структуры лицензионного материала, особенности эффективного использования аппарата издания, дидактического, библиографического, справочного и так далее. Должна быть в книге обязательно основная часть, самая крупная по объему. Она должна состоять из глав или разделов. Каждая глава делится на параграфы. Глава соответствует одной зачетной единице. Параграфы соответствуют темам рабочей программы. Лицензионный материал должен включать в себя 4-5 глав или разделов. В рамках каждой главы не более 4-5 параграфов. И каждая глава или раздел сопровождается следующим дидактическим аппаратом. Практикум с контрольными вопросами, практические задания, контрольные тесты для усвоения пройденного материала. Обязательно в каждой книге у нас есть заключение с кратким обзором и обобщением усвоенного учебного материала, обозначением его роли в образовательной программе, логических связей с другими дисциплинами, применимостью для решения практических профессиональных задач. Обязательно в каждой книге у нас есть список терминов. Его еще называют глоссарий, содержащийся в алфавитном порядке все определения, встречающиеся в тексте. Дополнительные разделы, содержащие список из не менее 25 тем для самостоятельной работы, ключи к контрольным тестам. Библиографический список, он включает в себя от 50 наименований использованной и рекомендованной литературы. Это и нормативно-правовые акты, учебники, учебные пособия, практикумы для уровня не выше бакалавриата, статьи в научно-популярных изданиях по исследуемой проблематике в данной книге, интернет-порталы. Сейчас в наше время информатизация без таких источников практически невозможно подготовить книгу. Все эти порталы содержат, разумеется, информацию, которая относится к изучаемой дисциплине, а также есть словари, справочники, в общем, полный-полный комплект. Конечно же, при необходимости или по желанию автора могут быть приведены дополнительные материалы в качестве приложений. Обычно в книгах по документации активно используется вот эта форма приложения, разрешенная нашим издательством автором. Туда включаются примеры форм документации, неунифицированные нормативные документы, в общем, все-все-все, чем необходимо дополнить книгу и информацию. Лицензионный материал должен сопровождаться двумя рецензиями, разумеется, внутреннего рецензента, можно даже из того же образовательного учреждения, где создана эта учебная пособие, и независимого внешнего рецензента. Вот наши требования. По нашему мнению, именно так должно выглядеть качественное издание для образовательного учреждения. Вот, немного задержусь. Допустим, вот книга, которую вы видите на слайде, на самом деле вот она. И если посмотреть, что в ней внутри, там будет абсолютно все, что я перечислила. И рецензенты, и аннотация, и содержание. В конце у нас есть тесты, вопросы к итоговой аттестации, аттестации, глоссарий, ключи, терминологический справочник, словарь терминов. В общем, абсолютно все то, что я перечислила в техническом задании. Поэтому мы можем взять абсолютно любую книгу для СПО нашего издательства, и там будет точно такая же картина. Поэтому мы абсолютно смело можем утверждать, что контент, который мы предлагаем среднему профессиональному образованию, он качественный, эксклюзивный и актуальный, поскольку уже говорила я о том, что все книги, они выпущены в последние два года. Кроме того, редактор, занимающийся среднему профессиональному образованию в нашем издательстве, строго следит за тем, чтобы актуальная информация постоянно пополнялась, обновлялась, и если требуется, то издание делается дополненным, переработанным и выпускается даже не дожидая своего пятилетнего амортизационного срока использования. Особенно приятно отметить, что многие вузовские авторы переключаются на написание учебников и учебных пособий именно для учащихся среднего профессионального образования. А это значит, что совместными усилиями квалифицированных специалистов, знающих и искренне интересующихся выбранной специальностью, станет гораздо больше. На данный момент издательский дом Директ Медиа выпустил около пяти сотен наименований книг именно для СПО. Вот в таком исполнении, по такому техническому заданию ежемесячно мы пополняем линейку книг для среднего профессионального образования по различным направлениям и специальностям. У нас нет строго определенных границ для того, чтобы, допустим, 10 книг по математике и больше мы не берем. Нет. Есть узкие темы, есть сложные вопросы, есть общие, обязательные к изданию книги. Поэтому здесь краев мы не видим, и чему мы очень рады. Вот это все, что касалось учебников, учебных пособий для учащихся среднего профессионального образования. Однако мне хотелось бы особое внимание обратить и уделить специалистам, которые занимаются обучением студентов по выбранным ими специальностям. Подготовка материалов для студентов не может обходиться без параллельной методической работы, ориентированной на преподавателей в среднем профессиональном образовании. Я выбрала наугад несколько книжечек с обложками. Конечно, они не имеют унифицированного внешнего вида. Однако прошу вас обратить особое внимание на пул этих книг. Некоторые из них я показываю вам на слайде, а весь перечень можно увидеть в актуальном прайсе нашего издательства, который я вам предлагаю скачать себе для будущей работы, и в базовой части ЭБС университетская библиотека, электронно-библиотечная система для СПО, которую мы предоставляем нашим подписчикам. Сейчас речь идет об электронных вариантах этих книг, потому что нельзя исключать, что библиотека может пользоваться не только бумагой, но активно используют электронный формат. Время сейчас такое, в этом ничего нет предосудительного. Все колледжи, все учреждения СПО знают, что они могут рассчитывать не только на электронный вариант, но и на закупку книг в бумаге. Повторюсь, что материалы, которые вы можете себе оставить, содержат не только вот эту презентацию, но есть еще и формат Excel, это файлик с полным перечнем изданий нашего издательства. Изучайте, покупайте, скачивайте, заказывайте, смотрите книги базовой части внимательно. Я понимаю, что их очень много, у нас около 65 тысяч наименований для СПО. Есть книги нашего издательства, включенные в этот список, и как только появляется новая, мы обязательно включаем ее в базовую часть. Поэтому подписчики здесь имеют невообразимую фору, они всегда имеют актуальные материалы. Если для вас важно иметь актуальную информацию по перечню изданий СПО именно нашего издательства, то вы, конечно, можете запрашивать актуальный прайс через менеджера, с которым вы работаете, от вашего учебного заведения, либо вот по указанным на последнем слайде адресам и контактам. И, конечно же, не забывайте, что я вас приглашаю на ежемесячные бесплатные вебинары по новинкам нашего издательства. Там обязательно информирую и о выходе новых книг по СПО. Если вы хотите первыми узнать о книжных новинках для вашего направления, для вашей работы, обязательно приходите. Очень интересно. Рассказываю подробно, что в этой книге содержится, для кого и вообще, почему мы ее издали. Кроме того, нельзя, конечно, ограничиваться именно такими специальными книгами. У нас огромный перечень для дополнительного изучения по дисциплине, поэтому здесь совершенно никаких границ нет. Приходите, мы показываем абсолютно все в наши актуальные прайсы. Не тот, который я вам разместила, он исключительно для среднего профессионального образования, но, как правило, качественный квалифицированный специалист работает гораздо шире, поэтому иметь под рукой полный перечень, я тоже считаю, что это must have должно быть. Друзья мои, вот на этом я заканчиваю семинар по... вебинар по среднему профессиональному образованию. Моей задачей было показать вам, насколько внимательнее нужно относиться к книгам издательств, насколько тщательно они с ними работают, насколько много книг для направления среднего профессионального образования. Вопреки бытующему мнению о том, что оно совершенно у нас голое, и нет закрытых дисциплин, это на самом деле не так. Нужно их видеть и выбирать. Мы с вами с удовольствием разберемся в них, в этих линейках, поэтому, пожалуйста, все, что вам необходимо для работы, запрашивайте, смотрите, скачивайте. Если у вас есть вопросы, готовы на них ответить. Если они появятся позже, запишите, пожалуйста, адреса, которые вы видите на слайде, на слайде, и я с удовольствием с вами поговорю, расскажу и, может быть, даже что-то посоветую. Спасибо вам огромное за внимание и хорошего вам дня, вечера или ночи, если вы очень-очень далеко от Москвы. Спасибо. Спасибо.